Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками. Я в студии Мария Коноплёва. И вот о чём мы расскажем вам сегодня. Печальная статистика. Березняковские автоинспекторы подвели итоги дорожных происшествий за полгода. Скоро в школу глава Краевого Министерства Образования и Науки рассказала, как Прикамье встретит День Знаний. День Крещения Руси. Сегодня православные россияне празднуют памятную дату принятия христианства. Сегодня в ГИБДД подвели неутешительную статистику аварийности в Березняковском городском округе. С начала года случилось 93 ДТП, в которых 11 человек погибли и 159 получили травмы. Из общего числа аварий 17 были совершены пьяными водителями. Также хочется отметить, что с участием детей случилось 15 ДТП. Из них всего два повинения совершеннолетних. В этих авариях пострадали 20 детей. Один подросток погиб. Основные причины дорожно-транспортных происшествий – это выезд на полосу встречного движения, несоплюдение скоростного режима, непредоставление преимущества движения пешеходам, а также переход проезжей части в неустановленном для перехода месте. Уже в эту пятницу в госавтоинспекции пройдет расширенная пресс-конференция по поводу аварийности. Также представят нового начальника ГИБДД. Им стала Вера Белобородова. Ранее она занимала должность заместителя начальника Березняковской ГИБДД. До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. А каким он будет? Продолжится ли обучение дистанционно? Или все же состоятся линейки и привычные всем уроки за партами в реальных школах? Об этом не только на своем брифинге рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина. Все подробности далее. Нет, мы с 1 сентября начинаем учиться в обычном режиме. Конечно, много чего будет необычного, но то, что мы все будем в школе за партами, очные уроки с учнями, это абсолютно точно. С этой новостью Раиса Кассина начала свой недавний брифинг. Министр образования обрадовала родителей, пообещав провести учебный год на удаленке лишь в крайнем случае, если такая мера понадобится. Но сейчас для нее нет поводов. Школы-края готовят к обычному очному обучению. При этом на данный момент принято лишь 49% образовательных учреждений. Идут ремонтные работы почти на миллиард рублей, санитарно-гигиенические мероприятия полмиллиарда рублей, это меры антитеррористической безопасности и так далее. То есть ремонты идут в каждом образовательном учреждении. Однако, несмотря на очное обучение, в этом году детей все же ждут изменения в учебном процессе. Ведь коронавирус до сих пор не ушел. Чаще будут проходить уборки, будут смещены там, где это возможно, перемены, чтобы дети находились не одновременно, много человек там в коридорах, скажем. Кроме того, это обязательно средство для обработки рук, это протирание поверхностей, то, что мы сможем обеспечить, это все будет обеспечено. Ну и пока минимизируем количество больших мероприятий, вот таких массовых. Также министр образования развеяла и фейковые новости. Например, об исполнении одного из требований Роспотребнадзора – деление больших классов на двое в новом учебном году. По словам Раисы Касиной, школам для этого просто не хватит педагогов, поэтому делать этого не будут. Также министр провергла вслух об уменьшении зарплат учителям из-за дистанционного обучения. Об уменьшении зарплаты речь вообще не идет. В школы поступят деньги на классное руководство из федерального бюджета, при этом сразу проговариваю, что мы сохраняем абсолютно все свои выплаты на классное руководство. Ну и последнее. В школе теперь будет не только бесплатное питание для всех учеников начальной школы, но и отдельное, особенное питание для тех школьников, которым оно необходимо по медицинским показаниям. Правда, внедрить такое сразу во все школы не получится. Кристина Придеина, Новости Верхниками. Напомним, на нашем канале проходит конкурс «Мобильный репортер». Вы присылаете фото или видео событий, которые вас удивили, а мы показываем их на весь город. А дальше автор лучшего ролика недели получает приз. Сегодня наш мобильный репортер запечатлел оранжерею, которая появилась на контейнерной площадке у больницы на Ломоносово. В Сан-Севьерии бальзамин, фикус, цитрусовое деревце и другие комнатные растения. Такую находку сделал наш телезритель. Своё имя мужчина предпочел не называть, но рассказал, что медики массово выносят цветы из больницы на контейнерную площадку. Когда наша съемочная группа прибыла на место, то мы увидели, что оранжерея на мусорке стала куда меньше. Видимо, местные жители подумали, не пропадать же добру. В больнице пояснили, цветы действительно отсюда. В нашем учреждении имеется большое количество растений, которые необходимо ежедневно подвергать санобработке во избежание распространения новой коронавирусной инфекции. Нашим учреждениям было принято решение их утилизировать. Конец цитаты. Нам пояснили, эту флору на мусорку принесли из разных отделений, но в коронавирусном отделении комнатных растений нет и не было. Также медики не рекомендуют брать эти цветы себе, ведь на листьях в почве могут скапливаться различные бактерии и вирусы. По народным поверьям, комнатные растения копят в себе энергетику места, где растут. А у больных людей цветы вообще брать нельзя. Но наш телезритель не суеверный, взял себе пару коробок. Растения все-таки живые и не виноваты, где они выросли. Вы тоже можете стать нашим мобильным репортером. В конце каждой недели мы будем выбирать лучший ролик. Победитель на этой неделе получит сертификат в ресторан номиналом 3000 рублей. Нашим мобильным репортером можете стать и вы. Снимайте на видео интересные события и присылайте нам на почту или в группу ВКонтакте. Либо сообщайте новости на оперативные телефоны 43 17 11 и 26 28 17. И получайте приятные подарки. Продолжим выпуск традиционной статистики о распространении коронавируса. По данным краевой больницы имени Вагнера в Березняках на сегодня 249 человек имеют диагноз COVID-19. Две трети из них получают лечение на дому. По данным оперативного штаба по Пермскому краю в Березняках общее число заболевших с момента первого выявленного случая составляет 295 человек. За сутки новых пациентов в краевую больницу имени Вагнера не поступало. Получают лечение в инфекционном отделении 66 человек, а 183 изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. Под подозрением на коронавирусную инфекцию находится 635 человек. В Пермском крае за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели 4158 человек. За сутки 13. Летальных исходов 136. За сутки умер один пациент. В России за минувшие 24 часа выявили почти 5,5 тысяч новых случаев заражения. Победили болезнь без малого 8 тысяч. Всего выздоровевших более 610 тысяч. Умерли за сутки 150 человек. Андрей Фадеев, новости Верхнекамья. В Березняках для пациентки больницы имени Вагнера срочно ищут донорскую кровь. Сдать жизненно необходимый компонент для выживания нужно прямо сейчас. Ведь сегодня сотрудники больницы отправились за кровью в Пермь. Но и там, на станции ее немного. И если сегодня в Березняках никто не сдаст кровь, медики будут вынуждены снова отправиться в краевую столицу. Как сдать кровь и какие правила нужно соблюсти перед этим, расскажем далее. Сегодня медики краевой больницы Вагнера кинули клич по городу и краю о поисках крови для своей пациентки. Женщина во время операции потеряла большое количество крови и сейчас нуждается в переливании. От этого зависит, сможет ли она выжить. Сотрудники больницы просят горожан сдать третью группу крови с отрицательным резус-фактором для спасения жизни пациентки. И сделать это нужно как можно скорее. Стать донором можно в отделении переливания крови по адресу проспект Ленина, 22А. При посещении обязательно нужно иметь с собой паспорт. Что касаемо правил донорства, накануне перед сдачей нельзя есть жареную, острую и копченую пищу. Также колбасы, мясные, молочные и рыбные продукты. Стоит воздержаться от употребления шоколада, фиников, масла и орехов. За 48 часов не пейте алкоголь. И за 72 часа лекарства с аспирином и анальгетики. А за час до сдачи не курите. Подробные правила сдачи крови и необходимые для этого условия можно найти на сайте службы крови ядонор.ру. Сейчас сделаем небольшую рекламную паузу и сразу продолжим. Не переключайтесь. В Прикамье продолжается повышенная пожароопасность. И россиянам продлили выплаты на детей до 16 лет. Об этом расскажем в рубрике «Новости коротко». В Госдуме одобрили инициативу продлить выплату в 10 тысяч рублей для семей, в которых есть дети до 16 лет. Депутаты Госдумы отметили, что на носу учебный год и материальная помощь от государства была бы кстати. Ограничительные меры до конца еще не сняли, поэтому выплаты будут актуальны для российских родителей. С 27 по 30 июля на территории Прикамье продолжает действовать повышенный пожароопасный режим. Препывание в лесах ограничили для жителей 9 муниципалитетов, в том числе в Березняковском, Кизиловском и Соликамском округах. Напомню, в Соликамском районе бушевал крупный пожар. Общая площадь возгорания – 140 гектаров. Также горел лес в районе деревни Белая Пашня. На сегодня пожары локализованы. К сожалению, зеленые легкие Прикамье страдают не только из-за пожаров. На территории орудуют черные лесорубы, которые нелегально вывозят древесину. В связи с этим компания «Ростелеком» расширила систему видеофиксации на дорогах Прикамье и обновила систему видеоаналитики. Интеллектуальные решения умеют распознавать типы транспорта и грузы, которые они перевозят, в частности, круглые лесоматериалы. 11 видеокомплексов установлены на дорогах в близелесных массивах. Программное обеспечение позволяет распознавать груз в открытом кузове. Новости коротко подготовила Елена Силакова. Квалифицированные кадры для промышленных предприятий Прикамья нужно готовить со школьной скамьей. Именно эта тема была главной на совместном заседании промышленного сектора с образовательным. Какие решения были приняты, расскажут наши пермские коллеги из телеканала «Ветта». Уже полгода Сергей Гельмундинов занимается обучением молодых кадров на пермских заводах. Ведь еще несколько лет назад, рассказывает, сам был стажером, обучаясь городском техникуме промышленных и инновационных технологий. Двукратный победитель всероссийских этапов конкурса WorldSkills, он, как никто другой, знает о необходимости сотрудничества промышленного сектора и среднего профессионального образования. С техникума непосредственно к нам студенты приходят на обучение. То есть у нас они начинают иметь представление, что такое предприятие, что такое рабочая смена, что такое определенные принципы работы на предприятии. И потом уже идут непосредственно на производственные участки, где детали сборочной единицы выпускаются. Для дальнейшего более такого подробного понимания. Дуальному образованию, то есть связке предприятия и образовательных учреждений, уделяется особое внимание, рассказывает директор по персоналу предприятия. Запрос на рабочие руки есть всегда. И всего сейчас на предприятии половина людей, это молодежь работает, до возраста до 35 лет. Это как в инженерных службах, так и среди рабочих. В Пермском крае ведется работа по модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных организаций для подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных предприятиями региона. Наша ключевая задача – это продолжить те начинания, которые в крае уже идут, в части подготовки молодых профессионалов, да и не только молодых профессионалов. Вопросы, связанные с переподготовкой кадрового состава, тоже являются актуальным для нас. Экономика и уклады, они меняются, и спрос на тех или иных специалистов, он имеет склонность к изменению. Мы с вами видим, что те уклады, которые сейчас мы видим в промышленности, требуют таких специалистов, как специалистов робототехники, горной инженерии, информатизации. В Пермском крае в рамках нацпроекта образования, инициированного президентом России, ведется работа по оснащению профессиональных образовательных организаций с современным оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров. Супер-современные мастерские, которые мы создаем в колледжах, в рамках нацпроекта и с помощью федерального бюджета, они сразу решают несколько задач. Но, во-первых, главная задача – это подготовка специалистов на их базе. Очень важные задачи, связанные с сдачей демонстрационных экзаменов, которые основаны на стандартах WorldSkills, и проведении чемпионатов WorldSkills. Отметим, традиционно студенты прикамских техникумов становятся победителями всероссийских этапов чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills. Руслан Вепеляев Евгений Гилев, ВЕТТА-24. Больше тысячелетия назад киевский князь Владимир утвердил христианство в качестве государственной религии нашей страны. Проще говоря, в этот день, 28 июля 1988 года, состоялось крещение Руси. Праздник официально установлен в 2009 году. Дата празднования крещения Руси выбрана не случайно. 28 июля – это церковная память князя Владимира, известного в истории как красносолнышка, а в православной церкви – как святой. Клик у святых его причислили как раз благодаря крещению Руси. 988 год – начало официальной истории русской православной церкви, начало распространения христианства на Руси. Перед принятием этого вероисповедания славяне были язычниками. Каждая племя поклонялась своему богу, который был их покровителем. Множество языческих верований мешало племенам стать единым целым. Нужна была общая религия. Со школьной скамьи многим известна легенда, согласно которой князь принимал представителей каждой религии и в итоге выбрал самую удобную и выгодную, по его мнению, христианство. Очень рады вас поздравить с этим святым для каждого русского человека праздником крещения Руси. Ведь благодаря крещению на Руси была сформирована именно русская нация, именно в том понимании, в котором мы все ее знаем. Так как государственная, единая государственная религия, она постепенно стирала различия между многими славянскими племенами. Это были главные новости Верхниками. Смотрите нас ВКонтакте, на канале Верхниками ТВ и в аналоговом эфире канала ТНТ. С вами была Мария Коноплева. Всего доброго и будьте здоровы! В Кудеснике летнее предложение. Остекление балконов от 4000 рублей за квадратный метр, беспроцентная рассрочка до 5 месяцев или дополнительные скидки. Акция действует до конца месяца. Работают все салоны. Спонсор прогноза погоды – мед Сандалов. Свежий мед от компании Сандалов. Товар месяца – мед Придгорье Кавказа. Цена – 420 рублей. 29 июля на территории Верхникамья синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями временами дожди и грозы. В Александровске плюс 20, в Кизеле плюс 19, в Соликамске плюс 22. В Березняках в среду температура воздуха ночью плюс 14, в дневные часы плюс 21 градус. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный – 1,3 метра в секунду. 29 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Кудесник представляет. Раздвижные окна слайдерс. На вашем балконе тепло, тихо и просторно. Слайдерс. Технологии скольжения. Пятилетки 36, юбилейная 111. Телефон 255-904. С 27 июля по 2 августа на площадях у ДК «Металлук» и ДК «Ленина» свежий мед от компании «Сандалов». Товар месяца мед «Предгорье Кавказа». Цена – 420 рублей. Акция «Купи 2 килограмма меда» и получи 1 килограмм любого меда в подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова